Зеола Маккарти родилась в 1908 году в городке Хаттисберг, штат Миссисипи, США. Она была простой афроамериканской девочкой и все детство мечтала стать медсестрой и поступить в университет Южного Миссисипи. Но в шестом классе ей пришлось бросить школу, чтобы ухаживать за заболевшей тетей. В дальнейшем в школу она так и не вернулась. Зеола устроилась работать прачкой. Каждый день она получала по несколько долларов за свой тяжелый труд. Однажды она пришла в Первонациональный банк Миссисипи и попросила открыть накопительный счет. В конце каждого рабочего дня она приходила в банк и приносила от одного до полутора долларов. Когда ее спрашивали, на что она копит, она отвечала «на старость бабушки». Ее бабушка умерла в 1944 году, но Зеола по привычке каждый день относила небольшие суммы на сберегательный счет в банке. В 70-х умерли ее мама и тетя. Банки сливались, закрывались и открывались, ее счета переходили из одного в другой. Однажды сотрудник банка предложил Зеоле перевести часть средств в фонды облигаций, и она согласилась, не придав этому особого значения. В течение 75 лет Зеола работала прачкой, жила одна в старом деревянном доме, который унаследовала дядя еще в 1947 году. У нее никогда не было автомобиля, и она никогда не была замужем, и у нее не было детей. До выхода на пенсию она выезжала за пределы штата Миссисипы только один раз, чтобы посетить Ниагарский водопад, когда была еще молода. В 1995 году сотрудник банка Пол Лаглин обратил внимание на то, что в течение последней недели Озеола перестала заходить в банк и решил заглянуть к ней домой во время обеда. Озеола сказала ему, что приболела, но чувствует себя уже лучше и на следующей неделе обязательно выйдет на работу, а значит придет с новыми накоплениями в банк. Пол увидел перед собой уставшую женщину с удивительной улыбкой на лице, с коричневыми руками, разбитыми артритом от тяжелого ежедневного труда. Вернувшись в банк, он решил проверить состояние счета Озеола, Маккарти. Сказать, что он был удивлен, это ничего не сказать. На счету Озеолы он увидел более 250 тысяч долларов. Совсем скоро мисс Маккарти пришла в банк и услышала эту новость. Конечно, она не поверила Полу, решив, что он ее разыгрывает. Увидев цифры на своем счете, она сказала, что же, если вы уверены, что здесь нет никакой ошибки, в чем я очень сомневаюсь, то пусть деньги остаются на счету. Сотрудники банка долго пытались объяснить Озеоле, что ей больше не нужно работать, что накопленных денег более чем достаточно, чтобы обеспечить ее старость и даже больше. Но Озеола сказала, что работает не ради денег, что и нравится приносить пользу людям. Что же тогда делать с вашими накопленными деньгами? Спросили сотрудники банка. Этот вопрос поставил ее в тупик. Тогда Пол Лаглин достал из кармана 10 монет и спросил, что бы вы сделали, мисс Маккарти, если бы у вас было 10 монет? Немного подумав, мисс Маккарти ответила, одну я бы отдала в церковь. Я так поступала всегда и буду поступать так далее. Вот эти три отдам своим трем единственным родственникам. Они хорошие люди и заслушивают того, чтобы о них позаботились. А для остальных шести я придумала нечто особенное. Все были поражены ее решением. А что же вы оставите себе? Себе? Переспросил Озеола. Я и сама в состоянии позаботиться о себе. В 1995 году был создан фонд в университете Южного Миссисипи, который получил 150 тысяч долларов пожертвований и записку. Я хотел бы установить стипендии для бедных детей, которые все еще умеют мечтать. Фонд предоставлял возможность афроамериканцам получать бесплатное образование. Эта история быстро разлетелась по всему штату, а затем и по всей стране. Поступок Озеолы Маккарти вдохновил многих лидеров бизнеса и простых людей сделать пожертвования в фонд. В 1997 году Тед Тернер был так тронут историей Маккарти, что передал 1 миллиард долларов на благотворительность. Несмотря на то, что Озеола Маккарти жила в трех милях от университета Южного Миссисипи, в котором когда-то мечтала учиться, она никогда в нем не была. Оказавшись там впервые в течение первых 30 минут она не могла сказать ни слова. Ей мешали аплодисменты сотен студентов, которые приветствовали ее стоя. Журналисты спросили ее, о чем мечтаете вы, Озеола? До того, как я умру, я хотел бы увидеть, как первый студент, получивший мою стипендию, получит диплом. Хотя я понимаю, что в моем возрасте это вряд ли возможно. Два дня спустя ее пригласили на открытие футбольного стадиона, где в присутствии 30 тысяч человек, губернатор штата объявил этот день днем Озеолы Маккарти. В 1996 году Озеола Маккарти несла олимпийский огонь через часть штата Миссисипи. Организация Объединенных Наций вручила ей специальную награду. Она была награждена почетной докторской стипендией у Гарвардского университета. Рассказы и ее поступки были озвучены на каждом крупном телевизионном канале. Она появилась на первой странице Нью-Йорк Таймс. В течение последующих четырех лет она получила более 300 различных наград и специальных премий. Одну из наград Озеола получила из рук президента США Билла Клинтона, который был восхищен ее поступком. Для этого ей впервые за последние 50 лет предстояло отправиться в дальнюю поездку. 26 сентября 1999 года Озеола Маккарти умерла на 92 году жизни. Стефани Баллок, 18-летняя девочка, окончившая простую среднюю школу, была первой ученицей университета Южного Миссисипи, получившей грант на обучение из фонда, созданного Озеолой Маккарти. Со слезами на глазах она сказала, что более всего на свете жалеет о том, что мисс Маккарти не дожила менее года до того момента, как осуществилась бы ее мечта, когда афроамериканская девочка вышла из дверей этого университета.